Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает Лоподом. Сегодня речь пойдет о книжке для самых маленьких, фактически для чтения вслух дошкольному возрасту, да. Но в данном случае речь идет о довольно сложной теме. Значит, придется сделать небольшое вступление. Любая священная история обрастает легендами, обрастает такой вот аурой, да, из материалов, из дополнительных легенд, из сказочных историй, полусказочных историй, да, которые вовсе не являются шелухой, а составляют необходимый контекст для того, чтобы в культуре, значит, эта легенда бытовала. И, в общем-то, для меня, как для человека неверующего, все, что написано в Библии, да, в Ветхом Завете, является прекраснейшим литературным текстом. Местами совершенно неподходящим для чтения детям, вот, очень жестоким, очень суровым, мрачным, непонятным, да, местами скучным для чтения, потому что, знаете, всю бедну премудрости я не почерпну из этого источника, вот. Но это, безусловно, для меня книга, которую я очень-очень уважаю. И вот одна из этих историй, одна из сюжетов, это история о мировом потопе. Я очень не люблю эту историю. Я не люблю ее до крайности, потому что, во-первых, она содержит логику ветхозаветного мировоззрения, миросозерцания, логику бесконечного подчинения крохотной, безропотной твари, мудрому и, главное, доброму, но при этом очень суровому, правильному творцу, который пришел в неописуемый гнев, значит, я хоть и говорю неописуемый, но гнев-то описан как раз очень хорошо, от поведения его, значит, земных созданий, да, которые изгадили все, что только могли. На земле не осталось никого, нет, с трудом нашел одного единственного ноя, насколько я понимаю, с большим трудом. Очень привередливо, конечно, отбирал, но нашел. И вот этому ною позволил сохранить жизнь себе и своим детям, а заодно спасти всех живых тварей, ну так уж и быть, пусть живут. Вот. Мне эта история не представляется никакой, не имеющей отношения к современному, к тому, что сейчас человечество думает о себе, да. Я антропоцентрист, ради бога, да. Я агностик, да. Мне это неприятно. Но история эта обросла множеством очень трогательных подробностей. Не будь ее, у нас не было бы оливковой ветви, как символ мира, да. Помните, что голубка принесла к клюве. Не будь ее, у нас не было бы самой идеи ковчега. Вот. А на горе Арарат не было бы знаменитой достопримечательности, которую все называют остатками ковчега. Разумеется, разумеется, это остатки ковчега. Ничего не говорю. И в двух-трех местах на свете, где они тоже найдены, они тоже там остатки ковчега. Не говорю. Вот это, вы понимаете, да. Речь идет, я сейчас разговариваю о литературных текстах, не касаясь вопросов веры вообще. Поэтому, значит, никого не могу задеть по причине того, что ничего не говорю о том, что может действительно задеть. Вот. Значит, легенда прекрасна сама по себе, хоть и очень сурова, хоть и очень жестока, но вот трогательные подробности прекраснее в два раза. Там очень много всего вокруг нее наросло. И вот одна из книг, о которой я как-то уже рассказывал года два назад, «Ковчег уходит ровно в восемь», она как раз посвящена тем животным, которых спасает ной. Это очень хороший мотив, на мой взгляд. Там прекрасные пингвины, прекрасная голубка. Почитайте. Останетесь очень, по-моему, довольны этой историей. Вот. Значит, и в данном случае как раз одна из легенд очень добрых, очень трогательных, создана по мотивам этого самого потопа. Значит, «Ковчег Ога» Элисон Иоэн Маркса, художника Мартина Пелуза. Это книжка из дайского проекта А и Б, которая, в общем-то, начинается с традиционного зачина. Жил-был великан. Великан был, в общем-то, и совершенно не злой. Но просто он был настолько большой, что жизнь у него не складывалась. Это совершенно очевидно. То, что он был добр, ну, в общем-то, да, появился на свет великан Ог. Вот видите, у него великанская мама, у него великанский молотенец, у него великанское детство. Вот. Когда Ог, значит, плакал, леса дрожали, а жители даже очень в дальних мест затыкали уши, чтобы не слышать его рев. Вот. Чтобы утолить голод, ему хватало едва-едва молока ста коров и ста коз. Представляете себе, да? На дневную норму. Вот. Его первая кровать колыбили с крепкого дуба. И с крепкого дуба, значит, превратилась под ним в груду обломков. Время шло, а Ог все продолжал крушить кровати. Ну, дальше мы вернемся еще к теме кровати, да. Ог, естественно, не мог жить нормальной жизнью. Люди его чурались, да, он слишком велик для них. Жить ему было очень тяжело. Вот видите, тут тучи пролетают прямо над ним, и дождь идет прямо недалеко от поверхности его тела, потому что он слишком велик, да, он настолько огромен, что самые высокие деревья ему по колено от силы, да. Вот. Но он был не ласков от этого, значит, с людьми и со зверьми. Но звери знали, что в глубине он имеет очень доброе сердце. И они этим пользовались, когда он, наконец, находил местечко, где можно было, ну, хоть, если не выспаться, то хотя бы немножко прикорнуть, да, и полежать. И на этом местечке сразу прилег, вот он лежит, да, этот тог, и звери прячутся в карман, в штанину, значит, в бороду, в голову. Ну, то есть, естественно, он же теплый, да, вы представляете, да. У нас служил пристанищем огромного количества животных, вот. Дальше идет история о том, как он встретил Ноя. Я пропускаю все подробности, прочитайте сами, значит, с детьми, да, как загрузились все эти самые твари по паре. Вот, во-первых, у Лога не было парной твари, это во-первых, да, именно поэтому Логи сейчас не встречаются в 21 веке на планете Земля. А во-вторых, ему места в ковчеге не хватило, и тогда он сделал потрясающую вещь. Он сел сверху, как в лодочку. Ну, действительно, что такое ковчег для Лога, да? Маленькая лодочка такая, поместиться можно, в принципе, если не сильно, значит, растягиваться, да. Ну, как-то вот так сжавшись, он спокойно, значит, облокотился на домушечек. Это такая вот палубная надстройка, высотой с десятиэтажный дом, если помните описание библейское, да. Значит, вот, дерево Гофера оказалось крепче крепкого дуба, из которого была сделана его владельческая кроватка. И он, значит, на этом ковчеге прекрасно поплыл, как на лодочке. Вот, конечно, ему пришлось несладко. Опять же, вспоминая Библию, 40 дней и 40 ночей шел дождь. Свихнуться можно. Вспоминается Форрест Гамп, да, однажды начался дождь, да, и шел не переставая 6 месяцев. Вот, значит, помните его военную кампанию Форреста Гампа? Вот так и здесь, значит, ок, сидит на этом ковчеге, идет дождь, и он там все это переносит. Потом история с ковчегом заканчивается, звери разбредаются, начинают плодиться и обнажаться, и так далее, и так далее. Я, опять же, опускаю ряд подробностей, они в книжке очень простенько и интересно рассказаны. Ребенку было очень интересно это слушать, да. Вот, возможно, Господь вознаградит тебя за добрые дела. Сказал, ну и пошел по своим делам. Вот, значит, это очень здорово, на самом деле. Вот, это, опять же, та логика, которую я называю ветхозаветной ее. Но я очень волен с терминами, вообще с акцентами в сегодняшнем своем рассказе. Да простят меня те, для кого-то это что-то значит. Значит, вот, конечно, вот такая полностью покладистость, да, такая, ну, наверное, вознаградит, ладно, я пошел, все, спасибо, пока. Ок, напоминаю, помогал ему собирать животных на ковчег. Вот, значит, ок пошел, пошел, куда глаза полетят, по обновленной земле, значит, умытой, и встретил целый дворец. Вот, значит, дворец явно, значит, предназначался, судя по размерам, для него и больше не для кого. А там он встретил железную кровать, гигантскую, как чугунный мост, вероятно, потому что на другой он не смог бы спать. И он лег в эту кровать и впервые в жизни понял, что на этой перине, на этих подушках, на этой гигантской, крепчайшей железной кровати он выспится. Но как только он лег и закрыл глаза, он понял, что, что, дальше спойлер, не хотите слушать финал книжки, выключайте видео, специально делаю паузу. Все, пауза закончилась, дальше что? Правильно, ему что-то не хватает. Он не смог спать без животных, вот. И только когда любимцы, вспомнив о том, что у них есть теплый ог, да, залезли везде, и в пододеяльник, и под подушку, и под мышку, и в бороду, и на голову, и в носок, и куда угодно, значит, огромные животные от крохотных там лисиц и зайчиков для дослонов, львов и жирафов, да, чисто райская такая благодать, когда звери, значит, очень мирно ведут себя, никто никого не ест. Все примирились, как перемирие водопоя, да, перемирие засухи великое, вот, заключили. И на время сна. И вот они все вокруг Ого разлеглись, и на нем тоже, и по нему. Ну, в общем, это, конечно, потрясающе, когда кто-то теплый, мягкий кладется тебе в ноги, неважно кто, кошка, ребенок, жена. Ну, ладно, обойдусь без шуток. На самом деле, это действительно вот очень умилительная картина, это все очень умилительно нарисовано, и все, наконец-то, уснули, да. Даже Ого, и этими словами кончается книга, потому что действительно это счастье, когда у тебя есть дом, когда в доме все в порядке, когда тебя любят, и ты спокойно можешь выспаться, не заботясь ни о чем, об остальном позаботятся, как говорится, высшие силы. Очень добрая, очень простая, ясная, понятная во всех своих частях, без там сложных объяснений, сказка, которая на ура воспринялась дочкой в пяти лет. И я считаю, что, в принципе, таких легенд должно быть много в детском чтении, потому что они постепенно помогают подойти к этой вот необозримой колоссальной махине, да, которая называется библейская священная история. Без ее основ и ее сюжетов мы вообще не будем понимать ни искусство 19 века, ни искусство 20 века, ни мировую культуру в целом. Они обязательно должны быть. Но в неподготовленном, в необработанном виде они для ребенка негодны совершенно, на мой взгляд. Это просто ахинея будет в голове у ребенка, каша, да, причем чрезвычайно морально небезопасная каша. Напоминаю, в Библии все-таки очень жестокое чтение. А здесь, здесь мы как раз имеем вот те легенды, те добрые. Это что-то вроде Рождества, которое празднуют все, верующие, неверующие. Совершенно не важно, что с ними происходит в этот момент. Главное, чтобы мы всегда понимали, что мы, вот, есть вещи, которые учат ребенка доброму, светлому и важному. И вот история библейская, в том числе история о потопе, может быть и такой тоже, а не только той, которая ее показывает, очень любит показывать в художественных фильмах, да, со всеми вот этими ужасами и кошмарами. Конечно, она с ужасами и кошмарами была придумана. Но вокруг нее, как вокруг всего остального, человечество создало такие же вот прекрасные легенды, да, как эта литературная сказка. Теперь добрый великан Олга, в бороде которого спят звери, навсегда будет с нами. И мне кажется, что это очень-очень хороший образ и очень здорово придумано. Спасибо за внимание.